Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на уроке «Самопознание». Тема нашего урока «Духовная зрелость человека». Сегодня мы поговорим о духовной зрелости человека, ведь современное общество нуждается в одухотворённых и образованных людях с открытым сердцем, обладающих широтой мыслей, способных к бескорыстному служению обществу. В качестве цитаты нашего урока я предлагаю вам высказывание автора программы «Нравственно-духовного образования» Сары Алпысовны Назарбаевой. «Счастье человека не в материальном благополучии, а в богатстве его души». Ответьте на вопросы. Как вы думаете, что значит богатство души человека? Почему счастье человека в богатстве его души? Чтобы глубже понять это высказывание, давайте вспомним притчу об истинном счастье, которую вы должны были прочитать дома. Валерий Владимирович Синельников в притче об истинном богатстве говорит о том, что настоящее, истинное богатство человека находится не снаружи, а внутри, в его сердце, душе. Это его нравственные качества, способности, стремление действовать во благо других. Обсудите со своим учителем и одноклассниками ответы на вопросы к притче. Как связаны с содержанием притчи слова Омара Хаяма? «В этом темном мире считай истинным только духовное богатство, ибо оно никогда не обесценится». Объясните фразу «вот так и большинство людей, они говорят с телами и не видят тех, кто является их хозяевами». Что такое духовная зрелость человека? Как стать человеком, способным реализовывать свой духовный потенциал? Приведите примеры проявления духовности в повседневной жизни. В качестве подарка я предлагаю вам прослушать Нравственный кодекс Абая. Адамбол. Сущность человека составляет любовь, справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. Просто в жизни не бывает случая, когда бы не участвовали они и не предрешали ту или иную человеческую судьбу. Человек человеку друг. Твори добро. Творить добро – долг каждого человека. Хороший человек тот, кто приносит пользу людям. Будь трудолюбивым. Не жди добра с неба. Ищи добро в труде. Проверяй все сердцем. Мозг может ошибиться. Пойти на компромисс. А сердце – никогда. Воля, ты сильная. Но пусть тобой руководит сердце. Стремись к знаниям, к науке. Науку надо любить. Как мать любит родного сына. Тогда и наука ответит тебе взаимностью. Учитесь, чтобы стать человеком. Стать полезным своему народу. Знание – это богатство, которое нельзя расхитить. Познай самого себя. Человек – целый мир. И если хочешь постичь вселенную, познай сначала самого себя. Знай во всем меру. Все сверх меры – зло. В еде и питье. В смехе и веселье. В объятиях и поцелуях. В стремлении накопить богатство. В ловкости и хитрости. В одежде. Во всем должна присутствовать мера. Древние мудрецы говорили. То, в чем ты всегда находишь радость, однажды принесет тебе и огорчение. Воспитывай волю и твердость духа. Воспитывай волю. Это броня, сохраняющая разум. Нужно быть стойким. Нужно всегда сохранять твердость духа. Твердость духа и воля – основа настоящего характера. Пусть же они сложат разуму чести человеческой. Контролируй себя. Тот, кто хочет быть в стане разумных, должен раз в день или раз в неделю или хоть раз в месяц отдавать себе отчет. Как он прожил эти дни? Сделал ли что-то полезное для народа? Не ждет ли его в будущем раскаяния? А может ведь случиться и так, что испомнить-то будет нечего. Помни добрые, мудрые советы. Исследуй им. Для того, чтобы запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать четыре условия. Первое. Надо быть сильным настолько, чтобы подавить в себе самолюбие. Когда тебе дают совет? Второе. Надо принимать умные слова сердцем, всей душой, так, словно бы утоляешь ими жажду. Третье. Следует несколько раз повторять про себя услышанное, чтобы закрепить его в памяти. Четвертое. Надо держаться подальше от вещей, которые изнашивают человеческий разум и заставляют его терять свои знания. Достичь духовной зрелости значит приобрести доброту сердца, нести миру свет и любовь. Духовный рост может происходить, если мы в своей повседневной жизни живем в согласии с вечными общечеловеческими ценностями. Духовность – это глубочайшая человечность. Это честность, благородство, мудрость, бескорыстная любовь, проявленная в теплых и искренних человеческих взаимоотношениях. Духовность – это вечное стремление к внутреннему совершенствованию, к высотам Духа. Основными признаками духовности являются покой, терпение, познание истины, ненасилие и добродетельное поведение. Теперь займемся творческой деятельностью. Назовите людей, которых вы считаете духовно зрелыми личностями. Это могут быть исторические деятели, ученые, политики, актеры, писатели, художники, литературные герои, ваши родные или близкие. Расскажите, в чем проявляется их духовное богатство. Опережающее домашнее задание. Прочитайте историю «Сила души в сердце» на странице 133. Ответьте устно на вопросы после текста. По проекту становления истинного лидера вы приступили к заключительному этапу реализации проекта. И теперь вам предстоит проанализировать результаты проделанной работы. Задание 1. На начальном этапе проектной деятельности вы оценивали свои лидерские качества. Смотрите таблицу 1 в тетради ученика. Сделайте это снова, оценивая результаты развития качеств истинного лидера в себе на период окончания проектной деятельности. Для этого вам нужно заполнить таблицу 2 в тетради ученика. Подводя итоги нашего урока, предлагаю прослушать стихотворение Зинаиды Миркиной. Я снова слышу шум лесной. Я снова слышу шум лесной. Шумят деревья надо мной. И снова льется в сердце мне рассказ о вечной глубине. Неумолкающий рассказ о том, что вечность дышит в нас. Что никогда-нибудь потом, сейчас открыт нам вечный дом. Шумят деревья надо мной. Влетает ветер с поля. Не я, не я, а шум лесной об истине глаголит. Вершины майские клоня неспешно, постепенно заносит истину в меня с других концов Вселенной. До новых встреч на уроках самопознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин